Я считаю, что семья – это главная ценность жизни. Свою судьбу можно найти где угодно. Но я решила обратиться к профессионалам. А помогать осуществлять этот выбор будут мои друзья Анастасия и Дмитрий. Ольга, 29 лет. Поставила возлюбленному ультиматум – регистрировать официальный брак или перестать тратить время друг на друга. Но избраннику больше подошел второй вариант. Ольга – преподаватель на кафедре экономики и управления в университете. Также работает старшим менеджером по развитию бизнеса в рекламном агентстве. Гордится своей интеллигентной семьей, высоким уровнем IQ и квартирой в центре Москвы. Мечтает объездить весь мир. Признается, что лояльно относится к изменам. Предупреждает, что иногда курит сигары и не умеет прощать. Ольга не готова связать свою жизнь с бедным студентом. Также не видит перспективы в отношениях с мужчиной намного старше себя. Выйдет замуж за образованного москвича с зарплатой не менее 150 тысяч рублей и внешностью Эштона Катчера. Здравствуйте! Правильная заявка. Чтобы не расслаблялись. Конечно, что. Тем же, что смущает. Сразу, ну конечно, что сразу сказал о даре платья. Конечно, это смущает. Конечно, это смущает. Олечка, сколько же вас выдерживал молодой человек этими конфетами и букетами, что вы ему в ультимативной форме сделали предложение сами? Просто мне кажется, что два года – это достаточный период времени, чтобы определиться, связывать ли дальнейшую судьбу с женщиной. А отношения были прям плотные? Вы вместе жили? Нет, мы не жили вместе, но, наверное… Представлены были родителям, да? Да, представлены. У нас были такие отношения выходного дня. То есть родители уезжали, и мы как на выходных жили вместе, потому что он заканчивал курс. Ну, родители были в курсе. Да, разумеется. И вы были официально жених и невеста? Да. На самом деле мы встречались несколько месяцев, и человек мне признавался в любви, чувству, говорил, что я лучшая на свете, я любовь всей его жизни. И я решила проверить, насколько это искренне и истинно. Я говорю, ты меня видишь своей женой? Да, я хочу, чтобы ты была моей женой, матерью моих детей. Я говорю, ну, я понимаю, мне 25, тебе 24, может быть, не совсем, ну, по нашим меркам, тот возраст, когда стоит выходить замуж. Но я могу сказать, что парень был взрослый, образован, у него уже было два высших образования. И он что вам сказал, через два года? Ну, давай немножко подождем. А немножко это сколько? Ну, вот мы для себя сделали такой лимит два года. Мне не нравится, что она хотела его проверить. Встречались несколько месяцев, а она-то сама его любила или нет? Олечка, вот когда эти два года прошли, что произошло? А дело в том, что как только часики начали тикать тому периоду, подавать документы в ЗАГС, он начал увиливать от этого. Я говорю, ну, мы же с тобой договорились. Знаешь, так утром просыпаешься, такой вот, дорогой, два года прошло. Счетчик включен. И вот мы стали реже встречаться. А потом я поехала отдыхать с мамой на Лазурный берег во Францию. Он мне даже не позвонил, как я добралась, как я долетела. Я прилетела, но мне было тяжело без общения, без всего. И я позвонила, говорю, ну почему ты даже не интересовался, как я что, вдруг там самолет разбился. Ну, мало ли что, хорошо, мне там плохо. Он говорит, ну, я же знал, что с тобой все в порядке. Вот, я говорю, давай увидимся. Он такой, я болею. И в тот же вечер я его встречаю на мероприятии. Говорит, так болеешь? Да, на мне даже шарфик. Я говорю, подожди, тут какая-то ерунда. Я буквально приперла его к стенке и говорю, что, что между нами? А я не знаю, люблю тебя или нет. Я говорю, ты просто испугался на мне жениться, и мне не нужен человек, который не знает, любит меня или нет. Оль, а мужчине не нужны женщины, которые так их прессуют. В ее отношениях превалирует расчет. Холодный расчет. А потом у вас появился еще один молодой человек. Да, ну, жизнь не стоит на месте, конечно. Я, в принципе, достаточно привлекательная девушка, у меня есть поклонники, да. Появился, не заставил себя долго ждать. Да, и дело подходило к Новому году, да? Мы встречались уже несколько месяцев на момент Нового года, и человек, как бы, он меня представил многим своим друзьям, мы проводили вместе досуг, и он при мне начал друзьям предлагать поехать отдохнуть на Новый год. Причем это было очень интересное путешествие. Америка, Мексика, Куба, то есть такая Северная Америка. Мне, конечно, тоже захотелось, потому что эта тема активно дискутировалась, но он не предлагал мне. А вот эта тема отдельно дискутировалась с друзьями, но не с вами, а вы выбили на тот момент его официальной девушкой. Да, я говорю, а почему ты мне не предлагаешь поехать? Я говорю, проблемы в деньгах. Я говорю, я тоже зарабатываю, да, у меня есть деньги. Я вникла в эту ситуацию, он потом взял, да. Он говорит, ну как хочешь, да? Да, он говорит, да. Вы взяли тоже тур. Человек уже странно повел перед маршрутом. Он хотел отеля, там, пять звезд, я хотела, может быть, где-то сэкономить четыре. И очень, как бы, неприятные лозунги были, что я не хочу быть в непонятных отелях, надо тусить только в лучших местах. Я говорю, ну хорошо, давай, я две трети, ты остальное доплатишь. Нет, ты знала, на что подписывалась. Наверное, тогда стоило задуматься. То есть, чтобы вы оплачивали пятизвездочный отель? А дорогу? Все на мне было. Я заплатила за себя 200 тысяч рублей, эти деньги, которые я зарабатываю, которые у меня были. То есть, из-за себя, из-за него, да? Нет, за себя. Поездка стоила где-то около 600 тысяч рублей с учетом карманных расходов. А, нет, ну только вы заплатили за себя, а он за себя. Да, и карманные расходы были на нем, то есть все мероприятия. А, ну так, ну здесь ничего, сразу вы не были в статусе жены. Я же не говорю, что ужасно, я говорю ужасное другое, потому что, как только мы собирались пройти, я говорю, ты за мной заедешь? Нет, мы встретимся в аэропорту. Я говорю, у меня будет два чемодана, потому что все-таки разная температура, где-то плюс 30, где-то плюс 5. Он такой, возьмешь два, понесешь все сама. Олечка, ну а вы чувствовали себя желанной во время отпуска? Или так? Ну, вроде живем в одном номере. А, до отпуска я чувствовала себя желанной. Нет, во время этого путешествия? Абсолютно нет. Мне не нравилось это общение, я об этом открыто заявила. А на что у меня был ответ? А я не могу человеку запретить любить себя, я буду переписываться. И это тоже было ужасно. Но самый финальный аккорд на Кубе, когда миграционную карту я забыла, нужно было предъявить при выезде. И меня отвели в специальный кабинет решать этот вопрос. Я попросила его помочь быть со мной. Он не стал этого делать, он там с билетами разбирался, хотя это могло потерпеть. И я писала смски, что мне страшно, вдруг меня вообще депортируют, оставят здесь. И на что получил ответ, что я покупаю сейчас эконом-комфорт на место, я уже заплатил за билеты, ты мне должна 50 евро. И как с этим человеком можно строить дальше отношения? Никак, конечно, Ольга, никак. Их и не было, а он вам кричал просто в рупор. Ты мне не нужна, женщина. Ты знаешь, в ней нету женственности и кокетства. Ну да, на женственности и кокетства шарма не хватает. Да, шарма, женственности и кокетства, то есть такая. Можете сейчас произнести вслух то, что вы считаете своими недостатками? Ну, наверное, я иду на пролом всегда. Наверное, вот это как танк. Знаете, вот у меня есть в голове определенная схема, структура. Я иду, иду, иду. И иногда не слышу, не вижу каких-то событий. И только потом понимаю, что выдаю желаемое за действительным. Я боюсь, что как танк она меня задает. Да. Опасаешься погибнуть. Вы такая умная, интеллигентная, из профессорской семьи. Вон образ какой выбрали мужчины. А вот туда меня дошли сведения, что вот на этом месте молодого красавца должен почему-то сидеть был мой бывший. Вот вы... Что это вдруг? Где качер? Это качер, а где мой бывший? Ну, это же знакомый мой просто. Какой знакомый? А вы что... Дело в том, что мой дружить с девушками бывший-то не умеет. Он с ним только спит, дорогая моя. У нас не было ничего такого, Роза. Вот и шок мне сейчас. Как вас сватать-то, дорогая? Роза, могу сказать честно, на всю страну у меня не было интимных отношений с вашим бывшим мужем. А что вас тогда могло связывать? И что он должен был бы сделать? Он что, испугался, что ли? Хорошо. Оль, а что вас может... Он же дегенерат абсолютно, одна из Вилина. А вы такая интеллектуалка. Он вам зачем? Он же абсолютный. Лариса, это ваше мнение, которое сложилось. На мой взгляд, у человека есть определенное достоинство. А вы какое, расскажите, четыре года не разглядела. Он может выслушать, он может проявить внимание. Мне человеческое слово, эмоции, поддержка гораздо важнее. Иногда бывает у самого любого интеллектуала, бизнесмена и прочего. Ну, наверное. Оль, а вы считаете себя идеальной женщиной? Нет. Без недостатков? К нам приходят сюда обычно закомплексованные... Нет, это плюс ваш. Закомплексованные женщины, у которых самооценка ниже плинтуса. С ними очень тяжело, потому что приходится их как-то вытаскивать. А с вами в этом смысле все в порядке. Поэтому то, что у вас Эштон Катчер... А, кстати, такая фотография там была-то. Смотри, вот она же... У нее же самооценка, и вообще сам Эштон-то у нее в голове так нарисовался. После того, как вы увидели некое сходство с Деми Мор, вот у вас нарисовался этот образ. Вы знаете, Роза, вы первый человек, который говорит о моем сходстве с Деми Мор. Деми Мор тебе нравится? Деми Мор мне не нравится. Она слишком взрослая. Да, слишком старая уже. Нет, а почему нет? Нет, мне просто не говорили до этого. А вот с бусами фотографии. Ты его там тоже с бусиками. Браво. А вот сейчас у него вторая. Я его типаж Эштон в Москву, в Москву. Внешний типаж Катчер, а он такой средненький. Роза, я думаю, что у тебя больше вопросов к Ольге, чем у меня. А какой у меня вопрос? После того, как я узнала, с кем мы дружим, у меня вообще вопрос не может быть, по большому счету. Ведь, скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вы когда рассчитывали и приглашали его на программу, вы на что рассчитывали? Роза. Чтобы же, чтобы он, вот я даже не представляю. Я объяснила ситуацию, мне хотелось позвать людей, которые имеют отношение к программе. Например, Юрий, мы часто с ним обсуждали многие нюансы. При чем здесь он? Но он должен был прийти на шоу тоже. И с ней побороться. И поэтому я хотел... Вы в каком, в вертикальном или в горизонтальном состоянии? Роза, я повторяю вторую. Меня прямо всю прям... А почему ты не живешь, Роза? У меня ничего не было с этим человеком. Так не живу, собственно говоря. А что же за мой счет-то все время, а? Что же мне, извинить, своих любовниц приводят? И я еще свататик должна. Роза, у меня не было ничего с Юриной. Ой, да ладно, Оленька. Вы знаете, ну, я просто хорошо своего Юрка знаю. Четыре года я с ним промучилась. А мне, вы знаете, плохо. Да я просто знаю, что там происходит. Мне просто так не будет никого. Он такие деньги попросил. Будет он просто так, из-за хороших побуждений. Значит, если он с вас денег не снял, значит, в принципе, тогда вот с нас давайте снимем. Ну, хватит уже за мой счет, извините, свои дела делать и пристраиваться. Нужно я добавлю одну реманку. Добавьте. Дабы немножко это напряжение снять. Вот. В принципе, вот я с Ольгой знаком давно. И могу сказать с полной такой уверенностью, что Ольга человек разборчивый. И то, что вы, возможно, там, думаете или предполагаете, этого действительно не могло быть. Да что вы говорите? Вы жили с ним? С ним нет. Вот. И не знаете. Я думала, Юр совсем впереди. Я вас понял. Я, в отличие от Розы, выдала бы вас замуж за Юру. А что? Тебе бы лучше было. Ой, да я пристроила бы, наконец бы, чтобы уж перестали ходить и звонить вообще. Давайте я лучше троих женихов посмотрю. Давайте. Ну, после этого. Давайте сегодня Ольга все-таки влюбится, вопреки общественному мнению. Я считаю, что все-таки сегодня у нас есть шанс. Потому что какие бы вы жесткие требования по списку женихам не выдвигали, все равно увидите. И что-то случится в голове, все равно поплывете, готовы стать доверчивой, любящей, нежной. Все забыть, простить. Главное, чтобы не пришлось потом, как вот эти две истории, вспоминать с печалью и тоской. Спасибо. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Ольга. Идите, знакомьтесь с первым женским удачем. С большой заявкой на серьезность, дорогие дамы. Мне очень приятно, что я могу преподнести вам эти цветы. Спасибо. Спасибо. Подкупая, да. Мы специально без подкупа тоже, да, без подкупа. Со мной моя сестра Лада и мой брат Олег. Давайте на вас посмотрим. Игорь, 32 года. Руководитель управления финансов страховой компании. Кандидат технических наук. Гордится тем, что защитил диссертацию и купил квартиру. Мечтает жить за городом. Предупреждает, что каждый Новый год встречает с родителями на даче. Игорь два года встречался с возлюбленной, но всегда знал, что никогда на ней не женится. Надеется, что Ольга окажется достойной звания его жены. Милай, заявка у невесты у нас такая. Сходство хочешь. Вы хочешь похожего на него. Пойдем протестируемся. Что именно она хочет? Я еще не услышал. Кроме того, что она хочет такого, как и что она хочет. Ну как? Наш лучший, наш лучший. Похоже? Ну, по цвету волос подходит. По возрасту не очень. Проходи, милая. Спасибо. Из лет, кстати, вы очки сняли. Они придают мужчине шарм. Это я, чтобы добиться полного сходства. Я вижу абсолютно зеркальная история. То, что происходило с Ольгой, то, что происходило с вашей женщиной. Это была не Ольга случайно, нет? Нет. Которую вы голову морочили столько времени. А расскажите свою историю. Ну, я бы не сказал, что я ей морочил голову. Не договариваясь, да? Да, мы познакомились в социальной сети, долго переписывались, общались, потом встретились, очень понравились друг другу. На социальной сети интернет никогда не работает. Социальные сети чаще всего не функционируют. По большому счету, это были, ну, мне было тогда 28 лет, это были, по большому счету, такие первые мои настоящие серьезные отношения. 28 лет? Да. Ну, до этого были легкие интрижки, скажем так. Это его были первые отношения? Первые серьезные отношения его. Ну, серьезные отношения. Просто были моменты, которые меня смущали, но сами отношения были очень хорошие, добрые, нежные. Не то, что у нее был ребенок? Ну, моменты смущали даже не то, что у нее был ребенок, а просто у нее были самой очень холодные отношения с ребенком. То есть ребенок жил там с бабушкой, с дедушкой в другом городе, ну, недалеко. То есть она там... Вас это заботило, вас это огорчало, но взяли бы и предложили, и сказали бы ей, Люся, давай съездим с твоей, там, колькой, привезем его в Москву. Просто я бы хотел пояснить, у меня у самого очень близкие отношения с своей семьей. Я единственный ребенок в семье. То есть вам это было непонятно? Да, мне это было непонятно. То есть там были немножко такие отношения натянутые с родителями. А, кстати, вот зря вот с родителями. А, Оленька, у меня к вам вопрос. Вот смотрите, каждый Новый год, и это будет всегда, дай Бог здоровья вашим родителям, это мне нравится традиция, Новый год всегда с родителями. А у вас, вы любите путешествовать, тур и так далее. Как будем действовать? Если мне действительно понравится человек, то мы будем... Понравится, это представляете, на всю оставшуюся жизнь. Можно уезжать после Нового года, 2 января. Я готов изменить традицию, просто... Пока у вас выбор был в пользу ваших родителей, Просто для этого должны возникнуть какие-то другие семейные традиции. Конечно. Вы достаточно гибкий человек для своих 32 лет. Как расстались с той женщиной? Ну... И какая была вот причина? Только честная. Ну, причина была абсолютно честная. Причина была в том, что она фактически... Ну, настаивала на том, чтобы мы стали жить вместе. И фактически, ну, если не в браке, то хотя бы в гражданском браке. Ситуация была... Ну, вот те моменты, которые меня смущали, там, естественно, я не могу сказать, что там абсолютно не влияли мои родители, потому что я с ними тоже советовался, там, у меня очень близкие отношения с мамой. И они говорили, что тебе зачем? Зачем тебе, Игорь, ты такой жених у нас? Зачем тебе вот еще с ребенком? Тем более, что мы все время обсуждали, что непонятные отношения там с ребенком. И я, честно говоря, даже... Ну, я очень хочу детей, и я уверен, что я буду очень хорошим отцом. А кто наши родители? Ну, вот мама у меня, так же, как и Ольга, работает в ВУЗе, она заведует кафедрой. Ага. А папа у меня заместитель главного инженера крупного завода. Ой, так вы завидный жених-то, собственно говоря. Ну, да, я горжусь тем, что у меня интеллигентная семья. А посмотри на сестру, она брата. А мама, кстати, здесь сидит. Мама, помашите ручкой. О, как невестушка-то будущая, как... Ну, так, просто махнить, нравится? Нормально, да? Игорь, мне кажется, это, правда, могла бы сложиться дивная пара, поэтому вам остается только удивить нас всех сюрпризом. Спасибо. Когда я готовился к передаче, я думал о том, что это наши два сердца. Вот это маленькое мое, а это большое твое. И мне бы хотелось, чтобы ты совсем убрала свой разум и думала только сердцем. И чтобы наша жизнь, она была вот такая сладкая, как вот эти конфеты. Это конфеты? А что они синие? Это уже плесень? И чтобы вокруг нас свели только розы. Чтобы ты была такая же красивая, как эти розы. Поэтому давай ты мне поможешь, и мы быстренько вставим сюда вот эти розочки, и у нас получится такая прелестная композиция. Потому что тебе уже сказали, да, что я люблю справлять Новый год на даче. У меня на даче огромный розарий. У нас прям такой букет сердечный получается. Ну да. Если ломается, можно вставлять. Тут должна получиться поляна. У меня почти вот такой же розарий. Она не будет этим заниматься. Тем более сажать поляну из роз. И на самом деле мне бы хотелось, чтобы тебе было со мной легко, и чтобы ты со мной порхала вот так, как эта бабочка. Шикарно. Супер. Потрясающий подарок, потрясающий. Спасибо, вы мне очень понравились. Если когда-нибудь я буду одна в Новый год, пригласите меня, пожалуйста, к себе на дачу. Обязательно. Хорошо. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Проходите в свою комнату. Ну, молодец. Да, молодец. Хорошо держался. Как вам жених? Вы знаете, приятно находиться в компании таких людей. Такое ощущение, как будто мы сидели дружно за одним столом, так сказать, одной большой семьей. Конечно, одна детская. У нас такая одна волна чувствуется. Абсолютно. И люди друг друга понимают. Общение было очень приятное. Мне очень понравилось. Анастасия, а вам? Знаете, мне жених очень понравился. Мне кажется, он подходит Ольге, потому что он такой положительный, семейный, интеллигентный. Ну, вот как раз как она ищет. А Роза? Вот все, что я сейчас не скажу, будет хорошо, скажет, врет. Буду плохо говорить, скажет, понятно почему. Роза, будьте с собой. Я так я сама с собой. Не надо вам было с Юрасиком-то. Если бы я знала, Роза. Правильно. А ты что была, извините, глухая, слепая? Интернет у себя нет. Я знала, что я буду принимать участие в программе. Вот, мила, а теперь вот по полной программе давай. Мне очень понравился Игорь. Да, хороший, Горюш. Очень хороший мужчина. Мне понравились его и брат, и сестра, и мамочка. Поэтому будет возможность, будем встречаться и будем дружить, потому что мало сегодня вот таких приятных, образованных мужчин. Прекрасный жених, прекрасный. Соединение Луны с Сатурном в земном знаке. Такие мужчины очень тяжело меняют жизненный уклад. И женщина, которая с ним связывается, должна понимать, что она либо поддерживает этот уклад, либо ездит с ним каждую пятницу на дачу. Поддерживает те же самые отношения с родителями. Точно ничего не меняет. Либо вот эти изменения вносят очень дозированно. И он, конечно, очень небыстро примет решение о браке. Какое-то время, я думаю, что это может быть и не полтора года, а даже больше, с ним придется подождать. Но, с другой стороны, уже достаточно зрелый, серьезный, выглядит как ровнее вам. Поэтому могу рекомендовать. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» на студии Ольга. Идите, знакомьтесь со вторым женихом у дачи. Вы с кем пришли? Это мой брат Максим. Давайте на вас посмотрим. Алексей, 27 лет. Менеджер в банке. Гордится тем, что получил высшее образование в Америке. Мечтает жениться один раз и на всю жизнь. Предупреждает, что никогда не возьмет в жены девушку с бурным прошлым. Возлюбленная Алексея полгода скрывала от него свое семейное положение. Не смог простить обмана и настоял на расставании. Надеется, что Ольга не окажется обманщицей. О, Господи, что там за обман-то был? Она была замужем, что ли? Именно так, да. А может мы это, это вас тоже так поставим? Проверим? На тест. Похожи вы на этого? На тест 5 часов. Да. Вообще, какое-то глупое сравнение. Да, очень глупое. Очень глупое. Ой, нет, наш круче, круче, круче наш. Ну, как вес-то? Когда стоят рядом женихи, что-то общее есть в каждом. Ну, только волосы светлые. Нет, Алексей похож на Майкла Дагласа больше. Нельзя же запрограммировать чувства, отношения к людям. Иногда такие, в общем-то, неожиданно бывают союзы, что не продумать, не придумать. Роз, а когда к нам приходят мужчины и говорят, хочу к себе как Деми Мур, да, или как Ларису Гузееву, почему эта героинь не обижает? Ну, потому что они чувствуют, что... Нет, просто героинь не высказывают. Думаешь, их обижают тоже? Да. Вот меня обижают. Роза, кто тебя так испортила? Кто тебя так научил ломаться? Вот так как-то ужасно просто... Ларис, ты хочешь, чтобы я показала истинное свое чувство? Вот хочу. Потому что это мне сейчас помогает. Я бы ее вот сейчас, эту невесту бы прославляла и придушила бы. Ну, мне моя интеллигентность мешает. А вот, а я тебе вот разрешаю. Давай так, все-таки есть. Нет, а дайте, чтобы человек вот это напряжение снял. А вот разрешаю, дайте две минуты. Рви, Роза. Кого? Вот тебе даю две. Вот не знаю, кого, меня, не знаю, что тебе сейчас мешает. Вот тебя клокочет внутри. Мне к тебе претензии нет, а у меня есть претензии к невесте. Понимаете, пришла любовница моего бывшего, а я, значит, как сваха, давайте ее сватать. Я не любовница. Да что вы говорите, вы, значит, врете, вот врете. Роза, я готова пройти за дектора лжи. Он мне телефон оборвал, смс-ками. Роза, завелась. В социальной сети вы же мне писали, вы писали. По поводу программы, по поводу Юрия я вам писала. Вы меня просили по поводу программы. А до этого Юрий оборвал мне телефон, я даже телефон поменяла. Я отвечаю за действие Юрия. Я могу предъявить столько писем. У меня адвокаты давно уже сидят и ждут, когда я в суд подам. И вы же после этого приходите. Мне кажется, вся эта тема, она уже не выигрышно смотрится для девушки. Она спорит. Я, во-первых, замечаю, что, во-первых, она не умеет, вот эта Ольга не умеет держать удар. Так ваша девушка была замужем? Она была замужем, но я об этом узнал только спустя несколько месяцев уже после нашего общения. Ну, как выяснилось уже позже, она находилась вот в Америке на нелегальном положении, вот. И это вот был фиктивный брат. А, ну фиктивный не считается. Ни настоящий, ни по любви. Послушайте, ну, Лёш, ну, а фиктивный это для того, чтобы не сдохнуть там, не пропасть. Поэтому это и не считать. Но это вид прописки такой. Давайте будем считать. Это я всё понимаю, конечно. Это преступление, наказуемое преступление. Вы, может быть, боялись для себя каких-то последствий? Это просто мне человек открылся в совсем другом свете, как я его изначально представлял. В начале отношений она сказала, у неё никаких отношений нет, она в Америке на легальных основаниях, у неё виза, она учится, поэтому он имел совершенно другое представление. Это был полный, полный обман с самого начала. То есть у вас бы могли быть в связи с этим большие проблемы, да? Могли быть проблемы, да. Я, честно, этого абсолютно не ожидал, потому что знакомили нас. То есть вам это не нужно было? Не нужно было начинать жизнь вот с такой вот ерунды и грязи? Да, всё правильно. Очень такой слащавый, ну, на мой взгляд. Цветочек. Такой цветочек аленький, слащавый. Хотя внешне очень красивый. Алексей, я считала вашу историю, она такая незатейливая, ничего в жизни у вас особенного и не было с женщинами, да? В плане отношений, да, были влюблённости, романы, но ничего серьёзного не затягивалось. Хорошо, вы были заточены на учёбу, вы получили хорошее образование, у вас сейчас хорошая работа, вы в банковской системе, по-моему, да? Да, в финансовой системе. Да, в финансовой. А вам нравится Ольга? Ольга, да, мне очень нравится. Для вас в девушке что важнее? Её образование, её, может быть, какая-то манкость такая женская? Расскажите. Мне самая главная поддержка, взаимопонимание и чтобы была хорошей хозяйкой. Алексей, может быть, вам хочется пообщаться с Ольгой, так пожалуйста. Я вам не мешаю? Нет, конечно. Хотела узнать, вот как ты смотришь на возможный переезд в другой город или, может, даже за границу? Как рассматриваешь это? Я могла какое-то время жить, на ПМЖ вряд ли, а временно, несколько лет для меня нормальный. А вы как-то связываете своё будущее, да, с переездом? Ну, в нашей жизни всё возможно, как бы, как по работе. Ну, если вы будете её мужем, и она будет с вами, куда она может фантазировать без вас уехать? Ну, смысл не в том, что куда-то она хочет уехать, а насколько она рвётся именно уехать. Вы не хотите никуда уезжать больше? Я бы не хотел уезжать. Конечно, пожив в Америке, что там делать? Сколько детей хотели бы? Абсолютно согласен. Двое. Двоих, а вы? Я думаю, что да, двое было бы прекрасно. А возраст не смущает? Возраст, ну, два года. Ей двадцать девять. Абсолютно нет. И меня ничего не смущает, парни. Вы приготовили какое-то сельфинь? Покажите. Мой брат сейчас держит четыре флага. Так как я знаю, что ты любишь путешествовать, я хотел бы, чтобы ты выбрала один из этих флагов, одну страну. В каждой из них есть всемирно известная достопримечательность по зимним видам спорта. И я хотел бы, чтобы мы вместе посетили одну из них. Но чтобы было поинтересней, мы сначала закроем тебе глаза, потом развесим эти флажки на меня. И ты должна будешь найти. Нет, оригинальный конкурс. Нет, ну оригинальный, да. Конкурс оригинальный, конечно. Так, я готов. А теперь мы подводим претендента к вам. И на ощупь определитесь. Я перед вами. Можно все? Да, да. В расчете, что она... Как она должна выбрать? В расчете, что она не будет сильно... Опускать вниз руку. Один снимаем. Снять надо, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, все? Это один. Не, ну все, значит, одного. Все, все ищем. И чем еще? Здесь еще два висит. На будущее. Так, планируем новый год. На перспективу. Майские праздники. Летний отпуск. Правильно, сначала карманы ощупать нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ Я слушаю. Смелее, смелее. Ну, надо помочь девушке. У меня руки еще длинные есть. Налево и направо. По карману, по карману. Налево пойдешь, Францию найдешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть. А еще один у нас остался. И еще последний остался. Хватит ли у него денег на эти страны? Да, 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 да. АПЛОДИСМЕНТЫ Направо пойдешь, направо, направо Италию найдешь. Правильно, все, есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть, можно снимать. Так она сейчас все снимет. Так она все и сняла. Она должна все найти. Это будет круиз. А теперь на выбор. Какое из достопримечательностей ты выбираешь? Я думаю, Франция. Я не была в Париже. Хороший выбор. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Хорошо. Спасибо. Это на память. Спасибо. Спасибо, парни. Спасибо огромное. Вы нас развеселили. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий и Анастасия, что вы скажете? Настя. Ну, мне понравился молодой человек, только, мне кажется, он слишком молод для Ольги, и ей нужно кто-то более уже состоявшийся, серьезный. Слишком молод. Она же старых не любит. Ну, он раз не состоявшийся, а в молодости что ж плохого? Это же сплошная прелесть. Я понимаю, но просто, мне кажется, еще гормоны играют человеки в таком возрасте. А разве для Ольги это не важно? Она так ощупывала жениха. И самый первый флажок-то был на причинном месте, поэтому вы уж... Несомненно, он ей понравился. Конечно. Я заметила. А зачем же ей другой-то? Это не завидуйте. Я думаю, вы более свободны, чем Алексей. Мы вот думаем всегда, что Америка – это абсолютная свобода. Нет, полицейское государство, шаг вправо, шаг влево, расстрел. И после учебы из Америки приезжают вот именно такие парни, девчонки, зажатые. Как это ни странно. Вот для меня это всегда была загадка. Но счастье, что они возвращаются на родину. Счастье. Вот для него очень много табу. Он немножко так растерян. Мы... Нам терять нечего, поэтому вот так можем. А он уже не может. Но это скорее плюс. А при чем здесь свободно, и ты, зависимо от того, где живешь. Если она живет в России, а я жил в Америке, то она больше свободна? Непонятно. Розалия. Ты успокоилась, девочка моя? Да, успокоилась. Алексей, молодой для вас. Вы для нее. Вы для нее. Вы для нее. Ну, хорошо, хорошо, уговорила. Алексей, молод. Вы для него староватая. Ах, какая. Вась. Алексей не столько законопослушный, сколько тревожный молодой человек с луной в рыбах, который родился фактически накануне новолуния. Любая сложность его приводит, прежде всего, в душевный трепет. В принципе, это тот тип мужчины, с которым сложно выстраивать отношения. С одной стороны, и влюбляется сразу, и страстно. Если вы сразу его сердце не покорили, вот прям в первый момент так, чтобы убить на повал, отношение может не продолжиться. И вот, если девушка и покорила, и потом смогла справиться с этой тревожностью, если он не падает в обморок от того, когда она перед тем, как лечь в постель, тапочки скидывает резко очень, то все будет хорошо. Господи, Аня, так нежно, что ли, такое. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Ольге встретиться с третьим женихом. Проходите, удачи. Здравствуйте, коллега. Здравствуйте. Вы один, почему? Ну, к сожалению, сегодня меня покинули, мои родственники не смогли. Давайте посмотрим на вас. Спасибо. Евгений, 29 лет. Артист мюзикла. Гордится своей интеллигентной семьей. Мечтает стать известным артистом. Признается, что иногда ругается матом и спит только на накрахмальном постельном белье. Возлюбленная Евгения была настолько ревнива, что, заподозрив его в измене, добилась его увольнения из театра. Надеется, что Ольга не любит рубить с плеча. Жень, а в Московском театре? Да, это произошло в Московском театре. Она была ведущей актрисой этого театра. И вот мы как-то сразу друг к другу прониклись. И она меня постаралась обаять. Хотя за этой девушкой, она же была самая красотка в этом театре, за этой девушкой ухажила вся труппа театра. А она была ведущей по красоте или по значимости ролей, которые получала? И по значимости ролей, и по красоте. А любовь была так обманчива. Да. Красота актрисы так обманчива. Так что с этой девицей-то произошло? Так с девицей произошло, что ревновала меня девица, как к каждой попавшейся барышне и в театре, и заподозрила меня в измене. Она нашла совершенно безобидную смс-ку, в которой было написано «Приезжай, поболтаем по работе Ира». Совершенно. Целуя не было там в конце? Целуя не было. И пошла на такую подлость, подговорила всю труппу театра и главного режиссера, чтобы меня убрали из театра. И мне пришлось уйти по этой причине. Какой ужас. Даже не представляю, если вы так были нужны театру, что артистка могла... А она с режиссером там ничего? Да, бывший-то интригант еще тот, не боитесь? Моя девочка, да что ж тебя так выколбашивает-то? Оль, вот чего вы довели женщину до припадок? А вот знаете, давайте так уже. Вот давайте так уже. У меня, не-не-не-не-не-не, у меня вот, у меня, кстати, это... А то сейчас, может быть, он и зрители подумает, что действительно я вру, придумываю, истерично. Вы говорите, что вы с ним познакомились в социальных сетях, правильно, Оль? Да, он мне написал. А сколько раз вы с ним встречались? Несколько раз. А где вы встречались? На первый раз мы увиделись, было мероприятие в одном из ресторанов, официальное открытие, и я ему предложила составить компанию, и Анастасия была на этой встрече. Так, хорошо, а вы входили вот в ресторан как пара, потому что там есть... Нет, я приехала с Анастасией. ...пресс Волода, там фотографируют. Мы приехали вдвоем с Анастасией, Юрий приехал уже, да. С вами, да? Чем он взял-то вас? Что вы захотели с ним дружить? Что он может выслушать, сказать свое мнение. Поцеловать? Нет. Как нет? По-дружески, там, щечку. Ну, конечно, по-дружески. Щечка. У меня, Роза, может быть... До дома вас проводить. Может, для вас удивительно, у меня много есть друзей и мужчин, и женщин. А, кстати, вам как вот друзья-мужчины? Ну, к друзьям-мужчинам я с опаской отношусь. Зря. Прекрасно. Есть друзья-мужчина. В зале есть несколько друзей шикарных, моих друзей-мужчин, которые пришли за меня поболеть. Ну, с вашими формами только дружить. А Юр как раз любит такие формы. Вообще, он в одном типаже женщин. У меня и отношения были, иначе бы мне нечего было рассказывать, Роза. А вкус, понимаете, у каждого свой вкус. Я не могу себя назвать, да, с модельными параметрами, но у меня вот все пропорционально в фигуре. Кому кто нравится, мы все разные. Понятно. А он мне тут рассказывал на тысячу, что, говорит, я жениться, собралась. Не на вас ли? Если на мне, я об этом не в курсе. У меня вопросов нет. К вам. У меня тоже. Может быть, мы как раз, да, больше вернемся к нашему жениху, чем обсуждение с Юрией. Вы смотрите, Евгений, если вас выжила бывшая возлюбленная из театра, то вы сейчас что, вне? Нет, ну я, соответственно, вернулся, естественно, я вернулся. В тот же театр, да? Нет, я не в тот театр вернулся. Я вернулся в мюзикл, я еще пою, соответственно, вот. Сейчас работаю в мюзикле в московском. Все у вас будет хорошо. Вы успешны. Спасибо. Молоды, хороши, с собой пришли завоевывать ровесницу свою, дивную Ольгу. Да. Поэтому, какой вы сюрприз для нее приготовили? Я для Ольги приготовил божественную песню. Пожалуйста, проходите. Последний жених больше всего подходит. Я думаю, да. Наверное, она его и выдает. Ольга, можно танцевать. А я тебя. Песня очень зажигательная. Нет, они смотрятся хорошо, они гармонично очень смотрятся. Да, да. Он крупный такой, она крупная. Да, да, да. Я снова иду в ночной диско-бар за новым скандалом на запах сигар. Когда звучит эта музыка вокруг, я краду всех парней под рук. Она уже моя, сомнений нет. И мне не важно, кто ее обнял брюнет. Я знаю, что сейчас я начну разговор и крикну, эй, танцор. Я беда-беда, йо-бо-бой, ну заведись, а диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. Я беда-беда, йо-бо-бо-бо-бой, ну заведись, а диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. У меня такое ощущение, молодой Федорович. Роз зажигает. Молодцы вообще. Да. Вот они с Розой хорошая пара. Да, да. Я ловлю такой кураж, и мне не нужен длин. Я крутой, как Стинг, и она, как Пин. Одно мгновение, и я уже стою, и свой хитовый микс для нее пою. Возраст и опыт выигрывать над молодостью. Сто процентов. Буляй! Я беда-беда, йо-бо-бо-бо-бо-бо, ну заведись, а диско-бой. Я посмотрю в глаза, поманю рукой, заберу ее с собой. У вас шикарный сюрприз, конечно. Да, да, да. И Роза его исполнила. Да. Спасибо вам. Проходите в свою комнату. Роза Ольгу просто утерла. Класс. Роза the best. Дмитрий и Настя. Мне не понравился жених. Я считаю, что он пришел сюда показать себя в первую очередь. Это было очень видно. И сюрприз его, он танцевал с Розой, а не с Ольгой. Это Роза сегодня, с кем хотелось бы танцевала. Я понимаю, но если бы ему понравилась моя подруга, вообще он должен был обратить на нее внимание и танцевать с ней. Нет, девушка мне не понравилась. И если она зайдет в мою комнату, я не выйду. Оль, вы знаете, никто не виноват. Вы не виноваты. Роза не виновата. Мне Розку жалко. У меня просто сердце надрывается. Невозможно. Я все видела. Я все это чувствую. Какой-то ничтожный человек. Ничтожный просто, который разбил Розе сердце. Время прошло, а оно нифига ничего не лечит. Потому что оно идет досяком. Лариса, оно идет. Я не могу спокойно, понимаешь, я открываю журналы и читаю там, опять имеющие отношение к нему. Ну, ну это, ну сколько же можно? Ну, за счет еще чего ему паразитировать, Роза? Ну что, что еще? Давай будем считать, что вот эта вот сегодняшняя программа, и все, и вот она закончится, и я тебя прошу. Вот просто поставь точку. Забудь. Сто процентов, Роза. Это идеал женщины. Я ее почувствовал, почувствовал ее энергетику, почувствовал ее женственность. И Роза, разумеется, недостойна, вообще недостойна была такого человека. Евгений, вам понравился? Ну, я согласна с мнением Анастасии, он пришел здесь больше показать себя. Я тоже допускаю, что Евгений просто пришел на Первый канал бороться не за вас, а спеть песню, показать для себя. Ну, даже если так, то сегодня и так было страстей достаточно. Он разрядил обстановку, поэтому я не буду держать на него сердце. Даже если так. Я не буду его рассматривать в качестве претендента на вашу руку и сердце. Роза, тебе хорошо с ним танцевало? Легче стало? Давай, я пропускаю тебя, девочка. Сиди, поплачь. Василиса, а что происходит? А я буду рассматривать Евгения в качестве кандидата на вашу руку и сердце. Иногда бывает так, что человек приходит с одной целью, а уходит с другой. Да, я не исключаю вот этой потребности его в пиаре, но он относится к тому типу мужчин, которого вы способны уважать. Потому что вас всегда будут интересовать вот такие, не вполне определившиеся мужчины. Ну что, друзья мои, познакомились с тремя женихами. Ну, на Эштона не похоже, так может быть и слава богу. Но нужно выбрать одного, кого-то. Кто? Мы рекомендовали бы первого претендента. Потому что очевидно, что люди на одном каком-то уровне находятся. Да, абсолютно. Я согласна. Анастасия? Однозначно первого, потому что, мне кажется, это единственный человек, который пришел сюда действительно найти свою половинку. Слушайте, ну Алексей тоже второй классный парень. Да, он очень хороший. Мне очень хороший, он просто молодой. Слишком, да, 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 да. Алексей, как тебе понравилась невеста? Мне понравилась. Если она зайдет в нашу комнату, выйдешь за ней? Так как мне понравилась, да, я думаю, я выйду. Вы знаете, Оль, я вам благодарна сегодня. Я почему-то уверила себя, что я умею держать удары, что я многому научилась. Вы знаете, нет. Действительно, надо же пройти еще ряд унижений, вот как я сегодня это проходила, и при этом научиться смеяться над собой. Это единственный выход. Спасибо вам, Оль, что науку мне дали. Я не хочу вам желать никого, не потому что вы недостойны этих мужчин, потому что, к сожалению, я сегодня не могу быть объективной. Я слишком эмоциональна, в общем-то. Ну вот как-то вот так. Оль, бойтесь проходимцев. На самом деле, я согласна с Розой. Скажи, кто ты, и вдруг я скажу, кто ты. Я считаю, незачем. Вокруг такое количество людей, достойных. Зачем? Вы пишете себе биографию. Понимаете, поэтому я бы прислушалась к тому, что сказала Роза. Она это знает, опытным путем прошла. И удар ты держать умеешь. Сегодня, безусловно, не вы героиня программы, так уж получилось. Сегодня героиня программы Розы, поэтому мне тоже сложно советовать. Но если все-таки вспомнить про гороскопы, про астрологию, то я должна рекомендовать вам Игоря, но при этом я допускаю, что вы не произвели на него слишком сильного впечатления. Ему нравятся девушки немножко другого типажа. Более мягкие, домашние, напористые. Но тем не менее, вы, если сойдетесь с ним поближе, вы можете найти общие точки пересечения для своего вкуса и обнаружить, что у вас гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Ну что, Игорь, понравилась тебе Ольга? Ты знаешь, сначала она мне очень понравилась, но когда она открыла рот, я понял, что мы разные люди, поэтому я не выйду. А я Игорь и Алексея рассматривала бы в равной степени. Но вы знаете, к кому пойдете, поэтому проходите, мы вас в любом случае поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Сергей, 32 года, номер 2246. Руководитель отдела маркетинга и рекламы в торговой компании. Посещает занятия по вокалу, любит путешествовать. Мечтает объехать на мотоцикле вокруг Земли. Познакомится с очаровательной брюнеткой от 25 до 32 лет. Виктория, 35 лет, номер 2247. Коммерческий директор в издательстве. Готовый к серьезным отношениям с интересным мужчиной, который ведет активный образ жизни и обладает хорошим чувством юмора. Мы не знаем, выйдет только одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Ольга. На самом деле, когда я сначала увидел тебя, то это мне очень понравилось внешне. Но потом, когда мы стали общаться, мне немножко не хватило чувственности. Мне немножко не хватило, ну, то твоей интеллигентности, то его ума. Поэтому, простите меня, но я не выйду. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-менингерой на номер 4-4. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любым человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, спасибо. Давай полежим, давай позагораем. Где же ты раньше-то была, когда я была девушка? Мне надели наручники и сказали, ага, попался. Хороший парень. Какой уж парень, пятый десяток. Знаешь что, у нас у творческих. И 70 еще только жизнь начинается. Ты приедешь ко мне, моя ласковая. Защекочешь мне руки ресничками. Редактор субтитров А.Семкин